Как за один месяц увезти более полутора миллиардов гривен? Очередной скандал в крупнейшей нефтегазовой компании Укрнафта. Подробнее Оксана Григорьева. 18 марта должен состояться первый в этом году аукцион по продаже нефтепродуктов. Крупнейшая нефтяная компания Укрнафта обязана участвовать. 51 акция ее контрольного пакета принадлежит государству. В компании, заявили, выставят на биржу нефтяные ресурсы февраля и марта. А вот 139 тысяч тонн январской нефти, Укрнафта указывала их ранее в справке, исчезли. Точнее, по новым документам, компания продала январскую нефть в декабре. Эксперты нефтерынка говорят, продавать нефть задним числом незаконно, а государство потеряло 1 миллиард 670 тысяч гривен. Она продолжает условно такую борьбу за то, чтобы контролировать биржу, где будет продаваться нафта и газовый конденсат. Я бы так сказал, в юридическую тяганину Укрнафты с державой. Это звучит взаимодействительно парадоксально. Эксперты рассказывают, терять нефть – старая привычка группы «Приват». В апреле-майе прошлого года из украинских магистральных нефтепроводов была выкачана технологическая нефть. Отдали ее якобы на хранение заводу Укртатнафты. И вот по сей день, что случилось с этой нефтью и, главное, сколько на этом потеряло государство, неизвестно. Тогда генпрокуратура завела уголовное дело. Нет никаких свидетельств о том, нашла ли генеральная прокуратура соответствующие объемы. Они немалые, там 674, по-моему, тысячи тонн нефти. Не была ли она переработана на мощностях, принадлежащих, вернее, контролируемых приватам? И уже не реализовано ли это топливо на заправках по той цене, которая до последнего времени шокировала украинских автолюбителей? Тогда искать пропавшую технологическую нефть взялся Игорь Рубан, экс-директор нефтегазового департамента Минэнергетики и угольной промышленности. Но его внезапно уволили. Чиновник судился за свое восстановление в должности. Сейчас, говорят, он возвращается. Будет новым советником министра Владимира Димчишина. Рубан будет проводить такую активную дискуссию с представителями группы «Приват» Игоря Коломойского. И, возможно, именно в этом будет полагать его суть работы подальше в Минэнерго. Будет активизироваться все-таки процесс выяснения, что же стало с их технологичной нафтой. Аукционный комитет и Министерство экономического развития и торговли задали у Кырнафте вопрос. Куда делась январская нефть? Вот этот официальный документ с подписью министра Абрамовичуса. Мы тоже спросили. Направили в Укранавту официальное письмо. Ответа пока нет. Оксана Григорьева, Николай Морозов. Подробности телеканал Интер.